Встреча с профессором, он, посмотрев все, сравнив, посмотрев меня, все результаты ПЭД-КТ, назвал мое состояние как стабильная ремиссия, причем такая хорошая, как он сказал, ремиссия. Ну, конечно, мы обрадовались, в любом случае, для нас это положительная новость, потому что, естественно, там мысли были всякие, что а вдруг лекарство уже не действует, или а вдруг что, ну, как бы это нормальная для меня реакция. Я стараюсь держаться, но мысли порой одолевают. Но мы все равно не обольщаемся, нет такого, что мы там обрадовались, и все. Как бы бой продолжается, потому что и он нас предупредил, и мы сами как бы понимаем это все, потому что в интернете лазим, активные пользователи все читаем, с людьми общаемся, у которых подобное заболевание. То есть мы понимаем, что болезнь может в любой момент вернуться, а когда она вернется, никто не знает. То есть это может быть месяц, два, три, может быть полгода, год. Но самое главное, очень здорово, что он предложил нам стратегию дальнейшего лечения. То есть сейчас, пока зербалав действует, надо из него взять максимум. То есть мы сейчас продолжаем пить также зербалав. Дальше он нам предлагает через два месяца приехать к нему на обследование. Ну, то есть постоянно будем контролироваться. Если я почувствую какие-то там недомогания, какие-то боли, моё состояние ухудшится, то, естественно, приехать раньше на обследование. Ну, а сейчас, как бы, в перспективе, опять же, я повторюсь, пить зербалав продолжать. Ни в чем себе не отказывать в плане образа жизни, еды, там, чего-то такое, потому что мне сейчас задают вопросы, там, что там сыроедение, вам там надо, то, все. Нет, как бы, никаких ограничений нет, кроме, наверное, солнца.